В духе купеческой Самары фонари, старинный шрифт и лавочек гораздо больше, чем на других самарских станциях. Впечатления от Алабинской оправдали ожидания самарцев. А ждать пришлось 7 лет. Дату открытия постоянно переносили. Но в 2014 году на завершение строительства из областного бюджета выделили 1,2 млрд рублей. В 4 раза больше запланированной ранее суммы. И вот пуск ДАН. Татьяна Кондратьева первая прошла через изящные турникеты на Алабинской. Почти факт биографии. Сотрудники метрополитена вручили девушке памятный сертификат, транспортную карту, на которой уже лежит 1000 рублей, и сувенирные жетоны с изображениями станции Самарского метро. Долго ждали открытия станции. Ходили, смотрели, смотрели, когда же ее откроют. Очень рада, что открыли как раз зимой, как и обещали. На самом деле я пользуюсь метро, и для меня это будет удобно. Пробный пуск на Алабинской состоялся в конце декабря прошлого года. Строительную готовность станции оценил губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Затем прошли пусконаладочные работы. Обычно они занимают порядка двух месяцев. В случае с Алабинской уложились за один. В процессе пусконаладочных работ наши работники осваивают оборудование, его воспринимают, и они обучаются, узнают. То же самое происходило и здесь. Здесь то оборудование, которое сейчас внедрено, оно на 4-5 ступеней современнее, чем то оборудование, которое эксплуатируется на действующей линии метрополитера. Работа всех систем станции отлажена. Поезда ходят по расписанию. По примерным подсчетам, пуск еще одной станции увеличит пассажиропоток в Самарском метро на 20%. Даже в выходной день за полчаса со станции уехали более сотни пассажиров. Мы сейчас из библиотеки, и как раз для нас это очень удобно. Раньше мы добирались с пересадкой в библиотеку, а теперь сможем ездить прямо от дома сюда к библиотеке. И станция яркая такая. Я очень долго ждал, потому что у меня на станции метро Победа гараж. Я 20 минут добирался только до российской, а теперь я за 20 минут буду до гаража. Классическая, она светленькая, мраморная, просто прекрасная. Не надо тут лишнего и ничего нет. Пока 10-я станция Самарского метро будет работать в усеченном режиме, поезда от российской до Алабинской будут следовать по одному тоннелю, а интервал движения увеличится до 10 минут. В полную силу Алабинская заработает, когда завершится строительство камеры съездов. По предварительным данным в 2016 году. Марина Кравцова, Максим Гусев. События.